Нервная система вместе с железами внутренней секреции имеет ведущее значение для регуляции функций организма. В процессе эволюции и в ходе индивидуального развития человека в центральной нервной системе последовательно формируется несколько уровней организации. Периферическая нервная система обеспечивает двусторонние связи центральной нервной системы с тканями и органами. Центральная нервная система состоит из спинного и головного мозга. В головном мозге различают продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний, промежуточный и конечный мозг. Последний состоит из двух полушарий. Три отдела головного мозга продолговатый, средний и соединяющий их мост составляют так называемый ствол мозга. Ствол мозга принципиально отличается от других отделов головного мозга тем, что его функции сближены с функциями спинного мозга. Спинной мозг непосредственно управляет туловищем и конечностями при помощи 31 пары отходящих от него спинномозговых нервов. Точно так же тканями и органами головы, а частичные шеи, посредством 10 пар черепных нервов управляет ствол головного мозга. Остальные отделы головного мозга лишены непосредственной связи с органами. Они участвуют лишь в регуляции их функций, оказывая влияние на центры ствола и спинного мозга. Элементарный уровень организации центральной нервной системы представлен спинным мозгом. Тело человека состоит из 31 сегмента. Это повторяющиеся сходно устроенные участки туловища. От правой и левой половины спинного мозга отходят задние чувствительные и передние двигательные корешки. Корешки подвое соединяются в области отверстий между каждой парой позвонков, образуя спинномозговой нерв. В дальнейшем такой нерв разветвляется, обеспечивая иннервацию определенного участка тела, правой и левой половины сегмента. Из тканей соответствующего сегмента информация от чувствительных нервных структур в виде нервных импульсов поступает в соответствующий сегмент спинного мозга через задний корешок и спинномозговой нерв. Здесь нервные клетки распределяют ее по разным направлениям. Часть информации передается на исполнительные двигательные нейроны, которые через свои отростки, расположенные в переднем корешке и разветвлениях спинномозгового нерва непосредственно контролируют работу мышц и желез. Другая часть информации по отросткам других нервных клеток передается на более высокие уровни центральной нервной системы, благодаря чему они могут выполнять различные задачи по общей регуляции функций. Так информация поступает в центры ствола головного мозга, в мозжечок, в полушария большого мозга. Кроме того, ствол мозга получает информацию через черепные нервы от ткани области головы и шеи. На этой общей основе центры ствола способны оценивать конкретную ситуацию в организме и в соответствии с ней создавать программу действий, которая будет наиболее эффективной при данных обстоятельствах. Эта программа в виде потоков нервных импульсов передается на исполнительные центры ствола и спинного мозга и реализуется через их связи с мышцами и железами. Особые функции у мозжечка. От него зависит координированная работа всех мышц, которые контролируются мозжечком через центры мозгового ствола. Самый высокий и сложный уровень регуляции функций обеспечивается корой полушарий большого мозга. К ней постоянно поступает информация от спинного мозга ствола мозжечка. В коре и подкорке хранится опыт, накопленный человеком на протяжении жизни. Подавляющая часть движений, которые мы выполняем, производится под контролем сознания, но в автоматическом режиме. Мы обычно не задумываемся, каким образом совершается то или иное действие. И теперь программы этих действий хранятся в коре мозга, в подкорке, в мышечке и в нужный момент могут быть реализованы лишь только от коры и подкорки будут поданы команды на центры ствола и спинного мозга. В реальности все эти уровни центральной нервной системы работают постоянно и одновременно, но в меняющихся режимах. Этим обеспечивается оптимальная степень напряжения или сокращение мышц при выполнении разных задач в различных условиях.